Добрый день! Школа психиатрии для всех, 17 мгновений психиатрии, раздел школа для родственников пациента с деменцией, что, как делать, как жить, как лечиться, как работать. Надо сказать, что проблема деменции на сегодняшний день становится все более и более острой, так или иначе, но возраст населения в целом растет, соответственно, и частота встречаемости этого заболевания также. Поскольку сам пациент, как правило, при деменции уже не может предпринять какие-то активные шаги по лечению, либо профилактике, либо реабилитации, то все это ложится на родственников. Поскольку мы говорим о деменции, мы говорим о хроническом на сегодняшний день неизлечимом заболевании, поэтому речь всегда практически идет о пожизненном лечении. Лечение, к сожалению, на сегодняшний день не позволяет надеяться на полное излечение, но позволяет длительное время, в том числе и на всю оставшуюся жизнь, сохранить вполне пригодный для повседневной жизни уровень интеллекта. Это сложно, это требует постоянных регулярных усилий, но тем не менее это возможно. Наиболее частыми ошибками, почему, собственно говоря, человеку нужно, родственнику пациента с деменцией нужно изучить этот материал, основными ошибками является то, что, во-первых, часто начало деменции просматривается и вместо деменции, которая развивается, лечится чисто ее психотические проявления, то есть галлюцинации, бредовые нарушения, а лечатся они нейролептиками. Минеролептики, в свою очередь, еще больше грузят человека, еще больше тормозят нервную систему и усугубляют симптоматику, собственно, деменции. Это грубая ошибка, это очень серьезная проблема, часто вместо деменции мы лечим только ее проявления, без того, чтобы как-то корректировать, собственно, когнитивный дефицит. Если, не дай бог, конечно, у вашего родственника такие проблемы есть, вы должны понимать, что одно дело усыпить его, чтобы он спал, он не мешал спать вам, другое дело попытаться сохранить его психику. Другой проблемой является то, что зачастую лечение рассматривается как какое-то разовое мероприятие, то есть курс лечения там три месяца, курс лечения полгода. При деменции такой подход кардинально недопустим. Если диагноз деменции установлен, он установлен верно, опять-таки о том, что и как делать, в каком порядке мы будем говорить в рамках нашего курса, то лечение, скорее всего, будет пожизненным. Скорее всего. Редкие случаи, когда при деменции допустимо лечение именно вот такое вот эпизодическое. Это вот просто самые такие основные базовые грубые ошибки, которые встречаются чаще всего и сводят на нет самое хорошее, самое дорогое, самое правильное изначально лечение. Более подробную информацию вы можете получить в процессе прохождения курса «Школа психиатрии для всех 17 мгновений психиатрии» раздел «Психиатрия для родственников пациента с деменцией». Дополнительная информация на сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале YouTube.com. Всего вам хорошего. До свидания.